Блокадные нормы хлеба, нищета и изоляция. Так живет отечественная психиатрия. Ведь если проблемы не видно, значит ее как бы нет. При этом тысячи психически больных людей живут в ужасных условиях. Иногда подвергаясь пыткам и очень часто впроголодь. Ведь еще 4 года назад для пациентов Минздрав сократил нормы хлеба. Наша Инна Белецкая заглянула в места, куда не пускают так просто. Она побывала во многих украинских психдиспансерах. Посмотрите ее материал об изолированной безысходности. Их прячут от нас за высокими заборами. Неуравновешенные, опасные, несчастные и брошенные. Накаченные лекарствами, голодные, в оборванной одежде, без шанса что-то изменить. Здесь много таких детдомовских, брошенных и никому не нужных, без паспортов и без родственников. Это психиатрическая больница в Яблуновке. Старая, в конце 50-х перестроенная из военных казарм. Гостей тут не ждали. В срочном порядке набрасывают на кровати белые простыни. Я вырос в Российский Союз. Я решил, что если приехал кто-то, значит, что там на таск. Просим показать, как все обстоит на самом деле. Признаются, покупают по 30 новых матрасов в год, о постелях даже не мечтают. Хвастаются старинными немецкими кроватями. Их поровну распределили по отделениям. В каждом опрятные палаты сменяются на другие. В них матрасы и соломы, воздух тяжелые спорты. Здесь лежат самые тяжелые пациенты. Им необходим специальный уход. На него нет денег. Просим показать, как изолируют буйных. Говорят, действуют по нормам. Привязывают кровати простынями. Это мягкая фиксация. Говорят, как изолируют буйных. Снизу фиксируются и через грудь. Но только просто? Да, только просто. Ну, может, там, если уже так разобраться, там, где-то рубашка будет. Права люди не имеют. Все имеют равные права. А до того какие-то ремени застосовывали? Да, да, да. Но у нас не было таких ременей. У нас были эти смирительные рубашки, ремни. Но у нас их простынями фиксировали, как и тогда, так и сейчас. Проверить, так ли это мы не можем, верим на слово. Идем на кухню. Там заканчивают готовить ужин. О, смотрите, каша рисунок. Каша. Густа каша, видите. Ну, такая не дуже. Ну, такая, какая есть. Это молочная. Эта психиатрическая больница – одна из лучших в Украине по питанию. Целых 18 гривен на пациента в день. Настоящая роскошь. К тому же здесь еще и свое подсобное хозяйство. А это психиатрическая больница в Остроге. На кухне, кроме овощей и макарон, нет ровным счетом ничего. В холодильнике находим масло. Если девчатку уважили для хвора, у нас не мало. У нас ничего не мало. На завтрак у этих больных был суп овсяный. На обед будет тоже суп кукурузный. На 8 гривен в день, то это надо прокормить. Зато здесь есть собственная пекарня, но хлеба все равно дают мало. В коридорах пациенты тихонько жалуются, что очень хочется есть. Но врачи уверяют, постоянное чувство голода – особенность психиатрических заболеваний. Того, что пациенты действительно голодны, не скрывают в Волынской психбольнице в Лепинах. Пациенты с аппетитом едят жиденький суп, сжимая в руках главное лакомство – хлеб. Выдают нашим пациентам сейчас хлеб, соответственно, к Конституции. Если у вас повышено телообудование, то вообще 150 грамм. Раньше было почти буханка хлеба на целый день. А сейчас получается 200 грамм на целый день. Эти нормы утвердили в 2013-м, оптимизируя питание в медучреждениях. Приказ Минздрава более чем вдвое урезал норму хлеба. Мол, питание необходимо сбалансировано. Меньше хлеба, больше белков. Вот только предусмотренные говядина, яйцо и молоко не появились. Сливочное масло только для атошников. Целых 5 граммов в день. После визита в психиатрические больницы, столовые в интернатах напоминают санаторные. Борщ, хлеб с мальцем, рис, котлеты, винегрет – это обед в Криворожском психоневрологическом интернате. Питание у нас хорошее, 65 гривен сейчас на одно подопечное. В том числе вечером даже даем каждому подопечному по глазурному секунду. Я считаю, что это нормально. В таких учреждениях финансирование не только бюджетное. Интернаты забирают 75% пенсий подопечных. Работники секретариата, уполномоченного по правам человека, ежегодно мониторят состояние местной свободы. Типовые порушения полягают, прежде всего, в неповажном ставлении персонала до людей с психическими разводами. Психоневрологических интернатах хоть и хватает хлеба, права пациентов регулярно нарушаются. После отчета амбуцмена директора Криворожского психоневрологического интерната даже грозились уволить. Но он и ныне на работе. Хотя тут больных заставляли работать в домах персонала, а пациентов держали под замком. Персонал просто не имеет другого выхода, как человека начинять в помещениях, которые чему-то называются изоляторами, медичными изоляторами. На самом деле, это помещения, где кроме бетонной подлоги и град на векнах и металевых дверей, нет ничего. Очень часто эти люди даже не имеют элементарной возможности справиться с природными потребами или получать питную воду. Часто пациенты ограничены в передвижении, они годами могут не выходить на свежий воздух. Прогулочные площадки мы нашли во всех больницах, где побывали, но ни на одной из них не застали больных. Такие учреждения зачастую расположены подальше от людских глаз, в селах. И работают здесь обычные сельские жители, они высококвалифицированные специалисты. Справляются с подопечными как могут. Вы используют для фиксации людей в сбудженном состоянии, например, галстуки, парашютные стропы, будь-якие ремени, будь-якие средства. Людина кладется просто на металевую сетку и фиксуется, находится без нагляда медичного персонала. И это может продолжать продолжение времени. В Генпрокуратуре сейчас расследует два уголовных производства по факту смерти пациентов от пневмонии из-за переохлаждения психбольницы Сумской области и в отношении тех, кто держал человека в клетке Закарпатья. Вот такие дела не становятся резонансными. Психбольных никто всерьез не воспринимает. И визиты журналистов и проверяющих эпизодичны. Вот и живут интернаты своей закрытой жизнью. На сегодня я могу констатовать, что все остальные, которые перебивают в себе с психическими разводами, наоборот, выполняют только одну функцию – изоляцию таких людей от общества. Прижаты, однако, другой койки, не успевающие просохнуть матрасы и уставшие санитары с мизерной зарплатой. Скудная пища и минимум лекарств, которые зачастую усмиряют, а не лечат. Психиатрия всегда была где-то на задвёрках медицины. И в бывшие, в российские часы. На задворках она остаётся и сегодня. Вот только хлеба и человечности стало меньше. Инна Белецкая, Николай Василюк, Любовь кукла, Елена Миндалюк. Подробности недели – телеканал Интер.